В год великих перемен Но Тракай, Вильнюс, покажет картину пустоты Когда детству настанет конец И звезды прекратят светить На смену придет тот Творец Что сможет от мрака освободить Предсказания Совершенно всем хочется знать свое будущее Одни ходят к экстрасенсам Другие гадают на кофейной гуще Интересно, что они там кроме кофе собираются увидеть А третьи смотрят гороскопы Нам интересно знать, когда будет война, конец света или катаклизм Все это так волнительно Кто-то 600 лет назад предсказал, что в наше время астероид уничтожит землю Кому-то страшно, кто-то готов А кто-то срать хотел на весь этот бред Тыщ, всем привет! Сегодня мы поговорим о самом распиаренном предсказателе Когда мне говорят Нострадамус, я вспоминаю альбом группы Джудас Прист Но нормальные люди сразу представляют человека, который предсказывал будущее Я бы даже сказал Ванга на максималках, так как известен совершенно в каждом уголке планеты Что бы ни случилось, интернет взорвется криками, что это предсказывал Нострадамус И мне вот стало интересно, а насколько точно он это предсказывал и предсказывал ли вообще Не спешите делать вывод Мы тут не для того, чтобы голословно утверждать Мы тут для того, чтобы показать интересные факты, которые вы скорее всего не знаете Так как такую информацию еще нужно поискать Но для начала немного истории Мишель де Нострадам астролог, живший в 16 веке На счету которого сотни сбывшихся предсказаний на много веков Начиная с 1550 года он выпускал альманахи и книги с предсказаниями Это сборник четверостишней, объединенных в 10 так называемых центурий или столетий Говорят, что в этих стихах он мог предсказать каждое значимое событие на этой планете Нет никаких оснований этого не верить Ведь его услугами пользовались даже короли Правда ли это? Сегодня мы попробуем это выяснить Предсказатель вопреки многим версиям не сразу стал предсказателем У него вообще была насыщенная жизнь Боролся с чумой, жена и дети погибли от непонятной болезни Переезды, работа у знатных людей А по итогу мучительная смерть от болезни Исследователь Питер Лемусурье в своих книгах докопался до истины И по сути опроверг всю фейковую биографию Нострадамуса А ей приписывают очень многое Докторскую степень, хотя был отчислен и скорее всего остался просто аптекарем Говорят, что перенял свой дар от предков Что был похоронен вертикально Хотя на самом деле нет Так же предсказал свою смерть с точностью до дня Хотя даже этого сделать не смог Но самый большой миф из биографии Нострадамуса это наверное то, что он был астрологом Странно, да? Это написано совершенно везде На википедии, на других более авторитетных источниках Даже он сам писал, что использует астрологию в качестве своего инструмента для предсказания Так о чем тогда речь? В то время астрология вообще была на хайпе и многие этим занимались Это было типа научно и очень элитно А поэтому настоящие астрологи Я понимаю, что эти два слова нельзя использовать в одном предложении Но в то время астрология была чем-то иным в понимании людей Были астрологические исследования Короли и королевы прибегали к помощи астрологов и так далее Так вот настоящие астрологи Сами критиковали Нострадамуса за фактические ошибки в его расчетах Не то, чтобы он был совсем тупой Он просто в принципе в этом скорее всего ничего не понимал В истинной астрологии вы понимаете меньше, чем ничего Пишет астролог Лоренс Видель про Нострадамуса Как грубо, я бы его вызвал на астрологический батл Батл не по фактам Все ошибочки вы можете почитать по ссылкам в описании Но не ради его биографии мы тут собрались Критика совсем не помешала знатным особам пользоваться услугами Нострадамуса Так может потому, что он на самом деле предсказывал Ридинг считает, что стихи Нострадамуса предсказывают все Серьезно? У человеков есть интересная особенность Когда случается какая-то трагедия или катастрофа То на это обязательно найдут предсказание об этом И они такие, ну как же мы раньше не замечали Ну это же прям вот про это событие Ну что я могу сказать В этом плане Нострадамус конечно же всех сделал Что бы ни произошло в интернете напишут, что он это предсказывал Просто никто не понял Так каков послужной список Нострадамуса? Ну далеко ходить не надо Просто открываем сайты и начинаем приключения Мировые воины Зверство Гитлера Наполеона Убийство Кеннеди Смерть короля Франции Теракт 11 сентября Хиросима и Нагасаки Великий предсказатель средневековья Нострадамус Среди самых известных его предсказаний Взрыв атомной бомбы над Хиросимой Вторая мировая война Распад Советского Союза Ну вроде это были самые топовые А нет вот еще хорошее В 2015 году исчезнет такое понятие как налоги Смешной анекдот А это не Давайте разберемся сначала с сайтами, которым плевать на свою репутацию Где-то услышали и сразу лепят свою говеную статейку Ну я нашел первоисточник Такие предсказания, как например последняя Было выдумано нашей любимой газетой Weekly World News Те кто давно следят за каналом поймут И это начали цитировать другие издания Что и дошло в итоге до России Но в этой газете наряду с предсказаниями о налогах Можно увидеть и вот такое вот предсказание Антихрист Земное воплощение сатаны Будет схвачен и посажен в тюрьму Прежде чем он успеет захватить власть Это отложит апокалипсис Первоисточник мне в ссылке Это предсказание вы почему-то не добавили Стыдно наверно стало Но не может же человек, который это читает Быть таким тупым, чтобы в это поверить Или может Но те предсказания, которые я назвал ранее Действительно приписывают Нострадамусу И не безосновательно Сегодня нас ждет долгое приключение По самым громким предсказаниям Сможет ли команда Утопия Шоу разобраться с этим? Смотрите прямо сейчас! Жил да был в 16 веке такой король Франции Генрих Второй Он любил всякие рыцарские соревнования И во время праздника участвовал в одном из таких Против него участвовал граф де Монтгомери Капитан шотландской гвардии Ничего не предвещало беды Все в латах В безопасности Зла никто друг другу не желает Но спустя 10 дней после соревнований Король Генрих умирает в мучениях Почему? Потому что у Монтгомери сломалось копье И попало Генриху в голову Кровища, крики, мучительная смерть Вот им разве мама не говорила не играть с копьями? Это я все к чему Нострадамус предсказал это событие В своем стихе и понеслась Теперь его цитируют Начиная именно с этой истории Перевод примерно такой Молодой лев победит старого На поле битвы в одиночной дуэли Проколет глаза сквозь золотую клетку Два флота или две раны В одном, а затем умрет мучительной смертью Это не я переводил, если что Если бы это сделал я, было бы еще хуже И вроде бы в таком контексте очень похоже на правду Но понимаете в чем не задача? А точно ли Нострадамус предсказал именно это? Смысл в том, что как оказалось Впервые упоминание того, что именно этот стих пророчил смерть Генриха Появилось в книге сына Нострадамуса в 1614 году То есть спустя более 50 лет с момента смерти в поединке И нет никакого упоминания о том, что раньше об этом хоть кто-то говорил Ох поверьте, найти в книге из 1176 страниц Именно тот самый момент, который говорит о копье Та еще жопная боль Хорошо, хоть я додумался погуглить, как будет копье по-французски И мне очень повезло, что это слово не изменилось со времен среднефранцузского языка Так вот, когда предсказание трактуется уже после случившегося события Это называется постдикция Тут все просто, prediction это предсказание А postdiction трактовка уже после Но финал этой истории простой Все эти люди, которые приводят этот стих как крутой аргумент Просто игнорируют один совершенно точный факт За год до смерти Генриха Нострадамус пишет ему послание Где что делает? Правильно Облизывает его с ног до головы И желает самому лучшему в мире королю победы и счастья Умереть через год это знаете ли такая себе победа Но для любителей Нострадамуса это письмо как прыщ на носу Никто не хочет, чтобы его было видно Поэтому постоянно его прячут под тонной штукатурки Снимите это с меня кто-нибудь Но как ни крути это факт А не какое-то там предсказание, которое кто-то там трактовал Да Нострадамус думать не думал о смерти Генриха второго Это люди сами себе это придумали Читая книгу известного скептика Джеймса Рэнди о Нострадамусе Я увидел интересную мысль и немного ее дополнил Смотрите, берем настоящий стих Нострадамуса и приписываем ему другое настоящее событие Вы будете удивлены Английский Генрих Восьмой, у которого на гербе изображен лев Сажает в тюрьму Томаса Мора Того самого, который написал книгу Утопия И это была не просто тюрьма, а лондонский Тауэр Который служил еще и сокровищницей и даже монетным двором Это было долгое противостояние между этими двумя Я бы даже сказал конфликт интересов В котором победителем вышел Генрих Мор мучился в тюрьме, а потом ему отрубили голову А еще Генрих был моложе Звучит тоже логично Разница только в том, что это событие произошло за 20 лет до того самого предсказания Нострадамуса Видите, как просто что-то под что-то подстроить? Небольшое отступление Забавно, что в то же время писал свои предсказания еще один астролог Лука Гаурику И он тоже представьте себе предсказывал смерть Генриха Второго Но не какую-то там абстрактную, а прямо предсказание Мол в глаз что-то попадет В поединке Аккуратнее будь Не дерись Подумай Это почти прямая цитата Говорят, что в 1552 и 1555 году он это все описал Но его никто не послушал и в итоге где оказалось копье? Правильно, прямо в лице Есть ли этому письменное подтверждение? Очень смешно Конечно нет Верят ли этому люди до сих пор? Конечно Да Хм А что если немного подвергнуть это критике? Жил такой парень Пьер Бейл Он был скептиком и проверял все сам Он написал историко-критический словарь, где подвергаются сомнению разные громкие высказывания и теории И он был впервые опубликован в 1697 году Там можно найти, что на самом деле Лука в 1552 году выпустил гороскоп, которым обещают Генриху второму не смерти на поединке, а долгих лет жизни. Ну что до 69 лет доживет. Библиограф Дэвид Клеман в 1760 году также пишет об этом. А в 1941 году Лин Торндайк указывает это в книге о истории магии и экспериментальной науке. И правда, мы можем взглянуть на эти гороскопы сами. И действительно все сходится. Так что предсказание этого еще одного провидца просто не сбылось. Дорогой Генрих, хочу пожелать вам всего самого наилучшего, потому что знаю, что удача на вашей стороне. Король Генрих скончался. Дорогой Улерик, создается такое ощущение, что все вокруг пытались хайпануть на смерти Генриха второго. И у них получилось. И почему-то мне кажется, что эти истории достаточно похожи. В общем-то так и появилось первое сбывшееся предсказание Нострадамуса. Это было занимательно, но это только начало. Дальше только интереснее. Мне очень понравилось, как одному из стихов Нострадамуса приписали Наполеона. Пока не будем смеяться. Все очень серьезно. Предсказание. Общепризнанный перевод таков. По-ней-аларон будет больше огня, чем крови. Плавать в похвале. Побег к слиянию рек. Он откажет во входе сорокам. Помпон и Дюренс будут их сдерживать. Кто-нибудь что-нибудь понял? Я нет. Большинство тех, кто переводил тоже сначала ничего не поняли. Но это не помешало им написать книги со своими собственными переводами и вот что получилось. Наполеон король. Наполеон король. Если вы думаете, что это шутка, нет. Он предсказывал. Даже несмотря на то, что Наполеон не был королем. В принципе, если хорошенько подумать, то из этих букв получится наврал он. Круто, да? Ведь такой за уши притянутый перевод критикуют даже реальные фанаты. Реальность скучна. Смотрим другие переводы, где учитывается то, что это старый язык и понимаем, что на самом деле По, Ней и Аларон это три городка рядом на юге Франции. Там же находится река Дюренс и река От. В общем-то речь идет о чем-то на юге Франции. Причем тут нахер Наполеон. Если вы вдруг тоже не можете понять, как люди могли поверить в такое, то добро пожаловать в следующее предсказание. Кстати, а вы знали, что после теракта 11 сентября пророчества Нострадамуса вошли в топ продаж на Амазоне? И вам, наверное, очень интересно, как так вышло. После случившейся трагедии мирового масштаба на имейлы американским пользователям начали приходить вот такие вот письма, где цитируется Нострадамус. В городе Бога грянет гром. И двух братьев разорвет на части хаос. В то время, как крепость не выдержит. Третья большая война начнется, когда загорится большой город. Две стальные птицы упадут на столицу. Небо загорится на 45 градусах широты. Пламя достигнет великого нового города. На одиннадцатый день девятого месяца две металлические птицы врежутся в две высокие статуи в новом городе. И мир скоро закончится. Нострадамус. 1654 год. Да, дела. Я к тому, что Нострадамус умер в 1566 году. Вряд ли это он. Такого стиха в принципе вообще не существует. Окей? Умельцы смогли найти на сайте канадского института Брок статью, которую написал студент Нил Маршал. Она называется Нострадамус критический анализ. Она хоть и маленькая, но там написаны очень правильные вещи. Он хотел показать несостоятельность предсказаний, так как они очень абстрактны. И только толкователи решают, что и где предсказывал Нострадамус. И да, это он придумал тот стих про братьев. И сам же его анализируют. Что означает город бога? Да любой значимый город по сути. Что значит гром? Может шторм? А может война? Может землетрясение? Да что угодно нахрен это значит? Что значит два брата? Братья-близнецы? Да их полно по всей планете. Теперь пусть стишок немного потомится и ему точно придумают значение. Главное не переборщить с датами, а лучше их вообще не указывать. Готово. Теперь вы пророк. Вроде как эта статья была написана еще в 1996 году. Но чтобы не быть голословным в архивах я нашел скриншот этой статьи за 1998 год. То есть в любом случае до того, как трагедия случилась. Но ведь произошло ровно так, как он и говорил. Да он больше Нострадамус, чем Нострадамус Нострадамус. Этому придумали свой смысл, начали распространять. В общем случилась классика. Но со вторым стихом не все так просто. Его реально писал Нострадамус. Ну кроме момента про стальных птиц. В общем-то интернет тролли взяли настоящее четверостишье, перекроили его, убрали ненужное, добавили своего, немного поперчили и получилась интернет сенсация, которая привела к поднятию рейтингов Нострадамуса. Ну а третье четверостишье полностью вымышлено. Центурия 7 стих 15 Вокруг огня соберутся люди, чтобы захватить умы других. Но собрание их будет длиться вечно, пока бьется их сердце. Видите, как не составляет труда совершенно все трактовать так, как вам удобно. Вы тоже можете попробовать. В начале этого ролика мы показали вам три четверостишья, которые сами придумали. Они очень абстрактные, но поверьте, в них действительно есть смысл. Тому, кто первый в комментариях даст трактовку всем трем стихам с максимально близко заложенным нами смыслом, получит от меня хороший подарок. Настало время нашего любимого конца света. И куда тут без уже родного Нострадамуса. Перенесемся в 2009 год. Люди наслышаны, что календарь майя заканчивается в 2012 году. Планеты выстраиваются определенным образом, а еще Нострадамус предсказывал, а еще везде агитация, фильмы начинают снимать. О, мое сердце. Держите меня. Смотрите на этот астероид. Он выглядит как смерть. Глыба длиной 700 метров несется к нам и будет рядом в ноябре 2018 года. Да что греха таить. Я в 2009 году когда-то тоже подсыкивал, когда все вокруг об этом говорили. Толкователи в одном из стихов, который якобы предсказывает конец света, зацепились за слово мабус и выдвинули теорию, я на полном серьезе, это в книгах писали, что это означает Саддам Хусейн. Если слово мабус поставить перед зеркалом, то немного похоже на Саддам. На самом деле нет. Куда деньги на лечение это скидывать? Тем временем 2012 год прошел, планета цела и все толкователи такие. И это не единственный стих, который указывал на конец наших дней. Только вот он сам в предисловии писал, что его предсказания в книгах продлятся до 3797 года. Что-то не сходится. Значит в 2012 году все закончилось, а потом предсказание такого плана. Сегодня ничего не произошло, ведь все, что могло произойти, уже произошло. Кажется я видел комету. В общем-то Нострадамус никогда не предсказывал конец света. Даже абстрактно. Вот смотрю я на эти вечные сообщения о Армагеддоне, как в это верят люди и возникает вопрос. Почему никто еще не создал ВКонтакте группу «Завтра не будет конца света» и каждый день это писать, чтобы люди знали, что все в порядке и можно не строить бункер. Ставь класс, если идея класс. Очень важно понять, что все стихи, о которых сегодня пойдет речь не относятся к конкретному событию. Это люди, которые занимались переводом и трактовкой относят стихи к определенному событию. Это огромная разница. Толкователи вообще самый главный вред в этой истории. Именно толкователи взяли на себя право подстраивать тот или иной стих под свое время и под свои предпочтения. И весь тот смысл, который Нострадамус в них вкладывал, если конечно вкладывал, просто пропадал. Это не мои какие-то догадки, а факты. Посмотрите на 42 стих 7 столетия, который был напечатан в 1568 году. Теперь посмотрите на эту отпечатку 1590 года. Ну окей, что дальше? А теперь посмотрите этот же стих, напечатанный в 1649 году. Что-то не сходится? Конечно не сходится, ведь этот стих просто выдумали. И вот таких вот книг с этим стихом вышло в 1649 году аж несколько штук. И пусть вас не смущает, что книга якобы выпущена в 1568 году. Это просто хорошо изготовленный фейк тех времен. Зачем? В стихе дискредитируется Джулио Мазарини, политический деятель тех времен. И авторы пытались таким образом сделать ему плохо. Вы только блин вдумайтесь. Им вообще было насрать на то, что в будущем люди будут это всерьез воспринимать. Таким образом теперь мы смотрим на первый английский период Нострадамуса, выпущенный в 1672 году и видим там тот же стих. Как говорится на дезинформированного воду возят. Небольшой факт. Из почти тысячи предсказаний только в нескольких были какие-то даты. В основном же это были абстрактные стихи. Предсказания не работали как альманах из фильма Назад в будущее, который с точностью до секунды предсказывал будущее. Предсказания скорее просто не работали. Центурия 1 стих 12. Когда над городом нависнет несчастье, которое проникнет в каждый дом, люди познают тяготы ожидания и будут они омывать себя водой из холодных рек. Горячую воду отключили. Но не нам судить. В любом случае Нострадамус так или иначе подарил нам интересные истории. И следующая одна из них. Дикие звери с голодом пересекают реку. Большая часть поля боя будет против Гитлера. Он будет тащить лидера в железной клетке, когда ребенок Германии не соблюдает закон. Ну там есть слово Гитлер. Сложно это как-то по-другому трактовать. А что если я скажу, что этот стих реально написал Нострадамус? Вам станет не по себе? Такой перевод предложила Эрика Читам. Ее книги с переводами Нострадамуса очень известны. По ним даже сняли фильм Человек, который видел будущее. Круто. Только вот Эрика Читам сделала неправильный перевод. Она каким-то образом слово хистер перевела как Гитлер. Да и вообще весь этот перевод очень неправильный. Но все. Люди сошли с ума. На самом деле даже сам Нострадамус в своем альманахе за 1554 год писал, что хистер это другое название реки Дунай. И сейчас это подтверждается лингвистами. Буквально один кривой перевод и все. На первую полосу Нострадамус предсказывал. Да и вообще Эрика Читам очень скользкая. Она сделала три переиздания одной и той же своей книги с переводами. Зачем? Потому что она постоянно дополняла перевод, который подходит под современные реалии. Умно. Достаточно умно. Но это еще не все. С Гитлером была еще одна интересная история. Некогда астроном Ханс Критцингер написал книгу, в которой цитировал стих Нострадамуса, который якобы предсказывает победу Германии. В 1939 году фашисты обратили на это внимание и подумали, а ведь это неплохо. Можно ведь этим всех запугать. Критцингера вызвали на интервью, где спросили, а нет ли еще чего такого эдакого, что предсказывает нашу победу. Он ответил, что не знает, но знает человека, который поможет. Это был астролог Карл Эрнст Крафт. Он и начал вольно переводить Нострадамуса и с этим начал делать листовки и раскидывать над Францией и распространять там же через агентов. Эта информация появилась в книгах Элика Хоува, который изучал историю и оккультизм. В дневниках самого Геббельса, а также в мемуарах Вальтера Шелленберга, начальника немецкой внешней разведки во время войны. Мы выбрали те цитаты, в которых Нострадамус предсказывал появление машин, изрыгающих дым и огонь, которые с грохотом будут пролетать над городами, неся ужас и уничтожение людей. От себя мы добавили пророчество о том, что только юг и юго-восток Франции спасутся от этих бедствий. Дальше еще комичнее. Британцы увидели, что это сработало и наняли своего астролога, чтобы теперь он придумал пророчество от лица Нострадамуса и использовать против немцев. Выглядит все как дешевая комедия, я понимаю, самому не верится. Книга носила вот такое вот сложное название и была написана астрологом Луи де Волем. Но чтобы все было четко, автора указали другого, написали книгу на немецком языке и распространяли в Германии. Но там все было жестко. Десятки придуманных предсказаний, которые говорили о поражении Германии. Это были самые известные предсказания Нострадамуса, в которые люди верят. Самих сбывшихся предсказаний намного больше. Просто на известных примерах я хотел вам показать, что все не так очевидно. И знаете какой напрашивается вывод? Никому не удалось предсказать события по стихам Нострадамуса. Исключениями являются только те события, которые как бы уже произошли. Просто с каждым новым годом люди подстраивают старые предсказания под себя. И возникает главный вопрос, а есть ли смысл в предсказаниях, если оно настолько размыто, что его невозможно интерпретировать перед событием? Мне кажется нет. Питер Лемусурье подсказывает нам в своих книгах, что Нострадамус знал, что делает. Он верил в то, что история повторяется и делал на этом акцент, а не реально старался написать предсказания. Знаю это очень громкое заявление, но это не просто так сказано. Про цикличность событий уж точно знал Нострадамус, потому что он писал это в стихе 3.79. Так что есть все основания полагать, что Лемусурье прав. Он в своей книге рассказывает, что из 942 стихов 653 из них очень вероятно ссылались на события прошлого, а также приводит примеры. Взять в пример стих про якобы Гитлера, но на самом деле про реку Дунай. В 14 веке было столкновение двух врагов. Короля Германии Сигизмунда и султана Боязида I. Каждый из них в сражениях пересекал Дунай. Султан в этой схватке вышел победителем, а легенда гласит, что уже в другом сражении его взяли в плен, посадили в клетку и там держали, пока он не умер. Сдается мне это описание стиха больше подходит. И почти на каждый стих удалось найти событие, которое ему предшествовало. Ух, как все закручивается, однако. Мало того, что предсказания были абстрактны настолько, что их невозможно разгадать, так еще и скорее всего он подсмотрел эти предсказания из истории. Многие люди разочаровались сегодня в науке, поскольку она не в состоянии ответить на главные вопросы нашего времени. Поэтому они обращаются к прошлому, ищут советы у великих древних провидцев, таких как Нострадамус. Что за срань? Ты издеваешься надо мной? Ублюдки, говнюки, хреново, кретины. Предсказания про Кеннеди игнорируют неподходящие строчки. Про конец света не слово, а стих якобы про Хиросиму и Нагасаки вообще скорее всего навеян историей про Содом и Гамору. Поклонники Нострадамуса, когда слышат о том, что это все ошибки перевода или события, которые уже произошли, начинают кричать, что на самом деле в его стихах есть скрытый подтекст и вообще это все кодировка. НОстрадамус декодит. Что если вы просто любите усложнять? А просто о какой кодировке речь, если обычный перевод его стихов вы уже считаете предсказанием? Боюсь представить, что там скрыто между строк, наверное предсказание в предсказании. Но нет, скорее всего никакой кодировки в книгах нет. Просто Нострадамус в своих письмах объяснял, что специально делает такие вот абстрактные предсказания, чтобы никто ничего не понял. Если он захочет, то каждому событию припишет дату. Напоминает школьную отмазку. Помните, что этот экзамен по астрологии поможет вам в будущем предсказывать будущее. Ты можешь даты хотя бы не списывать. Что ты орешь? Я вообще без дат. Мишель, выйди из класса. Вот посмотрели вы это видео и скажете, ну да, правиться не предсказывали, как непредсказуемо. Ну если честно, этого я точно сказать не могу. Да и никто уже не может. У нас есть только какие-то несостыковки и куча вопросов. А может быть, вы скажете, ну ты ничего не доказал. А я и не собирался ничего доказывать. Все, что мы можем сделать, это оперировать фактами. Пока что фактов, что он реально предсказывал нет. Так что говорить особо не о чем. Ну если вы очень хотите, вы можете зайти посмотреть предсказание Нострадамуса на 2019 год. Предсказание для России тоже можно. Никого же не волнует, что он ни слова о России не говорил. И на 2000 года ничего не предсказывал. Ну вдруг, ну а вдруг может быть, пожалуйста. Зато мы знаем, что в обращении к Генриху Нострадамус сам отказывался от титула пророка. А еще вот такие вот слова писал. Я не настолько глуп, чтобы заявить, что я пророк. Может он все-таки прекрасно понимал, что он просто любитель астрологии. Если же он себя к пророкам не причислял, то почему мы должны это делать? Он просто был скромным. Какой в этом смысл? Если предсказания все равно не сбывались, скажите мне. Но нет, скромным он не был. Писал, что сам Бог даровал ему дар правиться. Что собственно и опровергает мои прошлые слова. У него точно не было раздвоения личности. Хотя, может и было. Я уже ни в чем не уверен после прочтения его книги 1552 года. Знаете выражение и швец, и жнец, и на дуде игрец. Так вот, это про Нострадамуса. В 1552 году он написал трактат о косметике и джемах. И мало кто знает, что именно это его первая книга, изданная в 1555 году. В одной книге он смог уместить рецепт слабительного, зубной пасты из панциря улиток, измельченного разумеется, любовное зелье из крови воробьев, таблетки от чумы, которые разумеется не работали, кровопускание, ну и рецепт джема. Что-то мне подсказывает, что он был невкусный. Да этот чувак знал, как стать известным. Люди того времени были очень доверчивыми. Сложность этого выпуска заключалась не в поиске информации. Ее можно найти, потратив несколько дней, но всегда, когда я читал про него, я натыкался на проблемы. Сложность была именно в проверке информации. Я не хотел быть голословным, поэтому покупал и искал в книгах нужные моменты, чтобы точно зафиксировать, что это правда. Сраный перевод со среднефранцузского языка и занял большую часть времени. Так что, надеюсь, ожидания вы мне простите. Все сканы нужных моментов из книг я оставлю в описании. Вряд ли же вы будете их покупать. Подписывайся на наш альманах, ставь пальцы, которые указывают на звезды и пиши трактаты в комментариях. Знаете что? Единственный момент, где в одном предложении можно увидеть реальное предсказание и слово Нострадамус. Книга Джеймса Рэнди. Он сказал очень очевидную и бесспорную вещь в 1993 году. Будут все новые и новые переводы, которые будут открывать все новые подробности. Из ниоткуда придут новые предсказания, а неугодные факты будут игнорироваться. Как и здравый смысл, который пропагандировать будут только энтузиасты. Все сбылось. Вот стою я, рассказываю об этом, популяризирую эти книги. А изменит ли это ситуацию? Хотелось бы верить, но верится с трудом. Центурия 15 стих 23. Слушаешь? В день великого кризиса, когда к людям доверия не осталось, настанет день расплаты. Сверху придут они, чтобы забрать все. Ты прикинь, он даже отключение света предсказывал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!